Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава ЭКЕФ. Вы знаете, немножко вот все события, которые происходили и происходят, они показывают, что Бог дал нам свободу. Когда говорят, вот если бы Он там что-то там, ничего Он нам не обязан, Он дал нам свободу, Он сделал нас подобными и показывает нам, что мы должны сами находить в этой жизни свою дорогу. Той дорогой, по которой человек хочет идти, его ведут. Хотите плакать? Пожалуйста, вам предоставляется такая возможность. Кстати, когда человек грустен, человек, творец говорит, хорошо, зачем тебе грустить без причины? Вот тебе поводы для этого. Человек плачется, появляются новые поводы для слез. А люди не видят связи и живут. Живут так годами, полной уверенности, что все нормально, что ничего в своей жизни менять не надо. Человек должен понять, продолжающееся иллюзорное благополучие, если оно продолжается, это не свидетельство того, что наши поступки вполне устраивают Всевышнего. Это, скорее всего, отсрочка наказания или возможность дать нам задуматься над нашими поступками и исправить их. А если мы этого не сделаем, то наказание придет. Если не в нашем поколении, то при жизни наших детей и внуков. Но человек думает, а вдруг там в конце ничего нет, и все это вот эфемерное, вот мир заканчивается там, где он через 120 лет. Давайте представим себе человека в первые месяцы его жизни на Земле. Скрюченный зародыш в шеве матери, с головой между колен, получающий питание через пуповину. Он, без всякого сомнения, воспринимает в качестве окружающего мира только то пространство, которое занимает в животе. И все время пребывания там ему кажется чрезвычайно протяженным, ему кажется, что это вся жизнь. Мира вне живота матери он представить себе не может. Теперь еще раз представим. Два брата-близнеца, два зародыша, стали спрашивать друг у друга, что с нами будет, после того, как мы выйдем из живота матери. Они не могут вообразить, что их ждет и увидят их глаза на Земле. Один из братьев-близнецов, скажем, верит в представление, ну, жизни предстоящей человеку после исхода из живота. Верующий такой. Второй неверующий, рационалист. Верит ли то, что способен постичь разумом. Для него не существует ничего, кроме этого мира и живота, в котором он находится. Если скажет верующий в соответствии с полученными знаниями, что после ухода из сферы матери человек рождается для новой жизни, в более разнообразном, просторном мире, где будет дышать ртом, видеть глазами, слышать ушами, стоять на ногах, ходить по миру, ну, второй будет смеяться. Он бред скажет, там конец. Как только ты выходишь из живота, жизнь заканчивается. Ну и кто прав? Это тот случай, когда мы точно знаем. Люди, как вот один из близнецов, верят только в ту жизнь, вот, которую сейчас видят. Другой не верит. Есть другая проблема. Верить уже перестают даже в себя. В одной деревне жил человек. С детства он не мог двигаться, и потому, естественно, лежал на печке. Так он пролежал 30 лет. Невероятно, на этой печи закончилась бы его жизнь. Но однажды в его избу зашел странник, который проходил через эту деревню. Дай мне воды испить, попросил странник. Я не могу помочь тебе, говорит. Я всю жизнь еще ни одного шага не сделал. А пробовал давно ты сделать этот шаг? Ну, очень давно, сказал больной. Я уже не помню даже сколько лет назад. Вот тебе волшебный посох, сказал его странник. Обопрись на него и сходи за водой. Больной сполз с печи, и как во сне, обухватил посох и встал. Встал, заплакал, на этот раз от счастья. Как мне отблагодарить тебя, сказал он, за чудесный посох? Этот посох, сказал ему старец, обыкновенный черенок лопаты, который стоял у тебя за печкой. В нем нет ничего волшебного. Ты смог встать, потому что поверил в посох и забыл о своей слабости. В следующий раз, когда тебе будет трудно в жизни, не бездействуй, ожидая помощи от других. А посмотри внимательно вокруг. Рядом всегда найдется оставленный Богом специально для тебя какой-нибудь посох. Тут надо правильно сориентировать себя в жизни. Нельзя верить в то, что вот в животе все заканчивается. Нельзя верить в то, что какая-то ситуация обречена. Есть Бог, Он может все. Бог слепил маленькую масячку из глины человека. Но остался у него один маленький неиспользованный кусочек. Что тебе слепить еще? Спросил Бог. Слепи мне счастье, сказал человек. Бог подумал, ничего не ответил, а положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Нам дана возможность слепить свое счастье. Но мы часто используем этот кусочек глины не до этого. Мы создаем свою жизнь и здесь, и там, в следующем мире. Давайте позаботимся о себе. Давайте поверим в него и заботиться о себе. Браха вы от злаха. Браха вы от злаха.